Как урегулировать споры между жильцами и председателями КСК? Озвучили на заседании свои предложения члены городского общественного совета. Также здесь обсудили стандарты и качества услуг монополистов и рассказали, кто теперь отвечает за утилизацию бесхозного мусора. Александра Солмина продолжит. Тепло и свет сегодня есть в каждом доме, но вот насколько качественно предоставляют эти услуги монополисты? Вопрос выносят на общественное обсуждение. Сейчас рассматривают уже четвертый проект закона о естественных монополиях, отмечает Александр Казанцев. Считает, не все нормы можно принять. Некоторые задевают права потребителей. Они требовали замену ставки прибыли средневзвешенной ставкой капитала. Наше мнение, это не может являться обоснованием тарифной политики, поскольку средневзвешенная ставка капитала никак не связана с эффективностью деятельности субъекта. Дальше, значит, бесконтрольное применение по инициативе субъекта двухставочного тарифа приведет, ну, во-первых, коррумпированности однозначно субъектов, во-вторых, значит, ну, где захотят, там и применят. Однако выгодно это только для предприятий с большим объемом потребления. Руководитель жилищной инспекции Даулет Калиаскаров вносит на обсуждение предложения по организации работы КСК. Сегодня в городе свыше тысячи домов, 200 из них не имеют формы управления. В остальных она есть. Куда уходят средства, почему до сих пор не сделали ремонт, как повысить активность жильцов? Между председателями и владельцами квартир часто возникают конфликты. Исправить это может план на год и отчеты, считает спикер. Сейчас существует раз в квартал. Мы предлагаем, чтобы каждый месяц специаль КСК отчитывался. Также мы предлагаем актуализировать перечень вопросов, обязательных для рассмотрения на общем собрании. Необходимо определить права и обязанности и ответственность в правилах содержания общего имущества объектов кондоминиума. Разработать нормативный правоакт по нарушениям содержания и эксплуатации общего имущества. Говорят на совете и о модернизации тепловых сетей. Сегодня идет их масштабная реконструкция. За счет собственных средств инвестиционной программы в этом году мы выполняем строительство теплоногистрали реконструкции номер 2 диаметром 500-600 по эгемент Казахстана от Абая до Сутюшева протяженностью 1122 метра погонных трубопровода на сумму 405,9 миллиона тенге. Строительство монтажной работы по восстановлению изоляции протяженностью 300 погонных метров на сумму 10 миллионов тенге. Порядка 8,5 километров трубопровода проложат за счет средств из бюджета и займа Европейского банка реконструкции и развития. Программа эта рассчитана до 2020 года. Последняя тема обсуждения – утилизация бесхозных отходов. Раньше этим занимался коммунхоз, теперь отдел ЖКХ. Они проводят конкурсы, находят подрядчика. Александра Солмина, Владимир Боровков. Новости МТРК.